В завершении экспресс курса давай рассмотрим как создавать и редактировать трековую автоматизацию. В отличие от автоматизации в гиперграфике, трековая автоматизация позволяет автоматизировать значения всех ползунков, ручек, значений плагинов. Практически все можно автоматизировать и она независимо от региона автоматизирует полностью весь трек. Как мы рассматривали раньше, автоматизация в гиперграфике позволяет только автоматизировать параметры внутри региона. Вот так вот выглядит готовая автоматизация для данного трека. Вот ты тут видишь автоматизация регионов. Таким вот образом отображается автоматизация для групповых каналов. Давай посмотрим, как с ней работать. Итак, для того, чтобы открыть треки автоматизации, можно нажать либо на иконку Automation или нажать на кнопку A. Как видишь, сейчас автоматизации для данного трека отсутствуют. Это также можно видеть на микшере. Вот здесь везде стоит значение OFF. И как только ты создаешь первый узел автоматизации, автоматически значение переключается на READ, что говорит о том, что на данном треке существует кривая автоматизация. После того, как созданы кривые автоматизации, ручка фейдера, она уже не превалирует на канальной линейке, и даже если ты ее изменишь значение, то все равно она будет изменена в зависимости от параметров, узлов и кривой автоматизации. И для того, чтобы временно отключить автоматизацию на треке, тут нужно выключить, поставить положение OFF. Для того, чтобы редактировать кривые, нужно зажать клавиши Shift-Ctrl, и вот так вот мышкой можно менять кривую. Для того, чтобы быстро сбросить кривую к ровной линии, также с зажатым Shift-Ctrl, нужно мышкой один раз нажать. Во время редактирования узлов автоматизации показывается значение, длительность, местоположение. Для того, чтобы четко выставить значение узла, нужно зажать сначала узел мышкой, и потом зажать клавишу Ctrl, и тогда можно будет очень четко до одной десятой подогнать узел автоматизации. Также можно копировать значение автоматизации, зажать клавишу Command, и инструментом Market Tool выделить необходимый участок автоматизации, и также с зажатой клавишей Option можно переносить и копировать автоматизацию. Либо просто, если нужно автоматизацию, перенести в другое место, выделить, зажав Command, и вот таким вот образом можно переносить в любое место. Также можно копировать автоматизацию на другой трек, для этого нужно зажать Shift, выделить автоматизацию, Command, и скопировать, поставить, выделить другой трек, и Command, V, таким вот образом можно скопировать автоматизацию на другой трек. Когда ты автоматизируешь на одном треке несколько параметров, допустим, когда нам в случае громкость, например, панораму, на треке отображается активная только кривая автоматизации, которая редактируется в данный момент, вот здесь внизу, в самом низу показано, что автоматизируется, какие кривые автоматизации существуют на данном треке, для того, чтобы их видеть одновременно, вот тут вот нужно нажать этот треугольник и выбрать, допустим, тут будет отображаться громкость, а здесь панорама. Также можно вырезать автоматизацию с помощью зажатой клавиши Command, выделить необходимый участок и сделать вот такой четкий вырез, потянув мышкой. для того, чтобы видеть автоматизацию только на одном треке, нужно воспользоваться вот этой вот функцией AutoZoom, когда она выключена, видна автоматизация на всех треках, когда она включена и отображает все регионы, когда их уже достаточно много в области аранжировки, то можно таким образом просматривать автоматизацию только на одном треке. Также можно отключать автоматизацию и просто, например, просматривать увеличенную волноформу. Также не забывай, что ты можешь использовать инструмент палец и увеличивать допустим отдельно просматривать отдельные треки. Для того, чтобы быстро вернуть все в прежний вид, нужно нажать Shift и инструментом палец кликнуть мышкой. Автоматизация параметров плагинов происходит точно так же, как, например, автоматизация фейдера громкости, которые мы сейчас рассматривали. Например, давай рассмотрим на примере данного плагина любой параметр этого плагина ты можешь автоматизировать, зайдя в меню плагина, в данном случае вот канальный эквалайзер, и выбрать здесь необходимый параметр, который ты хочешь автоматизировать. Чуть позже я покажу тебе, как можно очень быстро найти необходимый параметр, особенно, когда ты не знаком с плагином и точно не знаешь, что за какой параметр автоматизация отвечает. Точно так же можно автоматизировать параметры инструмента. И давай посмотрим для того, чтобы быстро найти параметр. Например, давай откроем инструмент. и, например, мы хотим делать автоматизацию параметра котов, но не знаем, как он называется вот здесь вот в меню данного инструмента. Для этого нужно сделать, включить здесь автоматизацию в режим Touch. Сейчас я расскажу чуть позже, чем отличается автоматизация Touch от Latch. Включить воспроизведение. Вот во время воспроизведения покрутить ручку, затем таким вот образом или с помощью Shift выделить ненужные узлы, нажать Delete, удалить их и потом уже автоматизировать данный параметр. И раз мы коснулись двух режимов Touch и Latch, давай посмотрим, чем они друг от друга отличаются. Во время того, когда ты автоматизируешь с помощью управляющей консоли или мышкой какой-то параметр с включенной функцией Touch, любая автоматизация, она переписывается, когда ты кручишь ручку с этим режимом, и когда отпускаешь ручку, то сразу же значения автоматизации возвращаются к первоначальным, какие были в режиме Read. Вот, например, давай посмотрим. Я кручу сейчас ручку, и как только я ее отпускаю, то автоматизация возвращается в исходное значение, которое было установлено в самом начале. Когда стоит режим Launch, когда ты записываешь значение автоматизации и отпускаешь ручку, то она остается на том же самом месте и не возвращается к предыдущим значениям. Если ты хочешь автоматизировать bypass, а для этого нужно уже заходить не в меню выбора параметра плагина, а вот сюда в меню Main, и вот здесь выбирать Insert Slot, в котором стоит плагин, в котором ты хочешь отключить bypass. И просто вот таким вот образом как видишь. Ну давай посмотрим. Можно автоматизировать вот эту кнопку bypass. Вот этот режим Write используется когда мы хотим стереть всю автоматизацию по мере прохождения курсора. Ну давай попробуем. И он будет стирать автоматизацию до тех пор пока мы не начнем крутить ручку. Когда ручка отпущена, то вся автоматизация автоматически стирается. Но учти, что он вот этот вот режим Write он стирает всю автоматизацию даже ту, которая не отображается в данный момент на треке. Как видишь, там есть затененная автоматизация параметра громкости и она также точно стирается. Поэтому этот режим надо использовать крайне аккуратно и крайне редко. Ну и в завершении данного урока давай посмотрим как применять управляющие консоли и автоматизировать параметры с помощью консолей. Если у тебя есть управляющая консоль или контроллер, которую лоджик автоматически не распознал и не настроил ручки на фейдеры например или на панораму ты можешь сделать это самостоятельно и настроить допустим одну ручку которая будет управлять автоматизацией выбранного в данный момент параметра на треке. И достаточно будет настроить эту ручку всего один раз и потом автоматизировать любой выделенный трек выбирать какой-то необходимый параметр и крутить ручку во время проигрывания трека и автоматизировать. Для этого нужно зайти вот сюда в локальное меню трек чтобы включить эту функцию трек автомэйшн автомэйшн quick access появляется вот такое окно нужно нажать на кнопку назначить теперь нужно будет покрутить какую-то ручку на контроллере у меня уже контроллеры все назначены я не буду этого делать появится окно сообщение о том что данная ручка назначена и потом нужно просто нажать на кнопку done после этого можно будет пользоваться и автоматизировать трек с помощью ручки контроллера на этом наш курс подошел к концу желаю тебе приятной работы побольше качественной музыки отличных треков заходи на наш сайт пиши свои вопросы в группе вконтакте до следующей встречи до следующей встречи Продолжение следует...